Каждый родитель хочет для своего ребенка только лучшего, но всегда ли удается добиться намеченного? Как не упустить самое важное в процессе воспитания – то, что делает взрослеющего ребенка здоровым и полноценным членом общества? Задача эта нелегкая, и над ее решением нужно работать всем. Именно об этом, а также о социальной безопасности детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и жестокого обращения с ними, и шла речь на районном родительском собрании в Славянске-на-Кубани. Дети – это самое дорогое, что есть в нашей стране, и старый лозунг «Все лучшее детям» сохраняет свою актуальность. Нужно сделать все необходимое, чтобы они спокойно росли и развивались. Один из известных педагогов говорил, что дети – это наше будущее, и правильное воспитание – это наше счастливое будущее, а плохое воспитание – это наше горе и наши слезы. Какими они вырастут, выйдут в мир, взрослости во многом зависят от нас с вами. Как и что нужно сделать, чтобы наши дети были счастливы, доверяли нам, делились своими радостями и гористами, были откровенны. Я предлагаю вам сегодня поговорить именно об этом и о современном образовании и воспитании. В своем докладе Виталий Китаренко рассказал, как обеспечено взаимодействие семьи и школы в вопросах обучения и воспитания детей. Любые проблемы решаемы. Главное, чтобы усилия были совместными и дружными. В завершение хотелось бы обратиться к родителям. Я прекрасно понимаю, что темп жизни сейчас в таком, что вынуждены максимально находиться на работе, создавая условия нашим детям для развития. Но между тем я убежден, что любая проблема идет из семьи. Не бывает у нас плохих детей, бывают проблемы воспитания. Умейте вовремя остановиться, отвлечься от работы, уделить внимание своими детям. Когда есть доверие, любые проблемы решать легче. Руководитель Славянского межрайонного следственного отдела Евгений Руднев подчеркнул в своем выступлении, как высока ответственность взрослых за поведение детей, в частности, за их самовольные уходы. Он рассказал об опасности таких поступков и о том, как их предотвратить. Педагог-психолог третьей средней школы, исходя из собственной практики, поделилась способами воздействия на детей с девиантным поведением. Правонарушения бывают не только в неблагополучных семьях, и в благополучных тоже. Там вот именно идет избалованность детей, вседозволенность. Вот в моем докладе и было сказано, что вседозволенность – это тоже вторая медаль любви, всепоглощающей любви. Что делать? Надо понимать, принимать ребенка, но соблюдать золотую середину. То есть осознавать, что мы должны любить детей, но в то же самое время мы должны их и учить, и своим примером в частности. Благочинный церквей Славянского округа считает, что в воспитании нет ничего важнее личного примера и, конечно, искренней любви к детям. Видно деток, видно по глазам, видно по их разговорам, как он живет в семье, как ему в семье, хорошо или плохо. Детки – это губка, которая впитывает в себя все, что мы совершаем дома. Если мы не будем наших детей воспитывать в любви, а что такое любовь? Любовь к Богу, любви к ближним, то мы потеряем, мы потеряем свое государство, мы потеряем все. Педагоги видят решение проблем образования и воспитания в укреплении связей семьи и школы. Семья – это начало-начало. Вот если в семье, неважно, занят родитель или дома, если уделяется именно внимание ребенку, любят ребенка. И не обязательно, вот правильно сказали, не тем, что откупаются, а просто любят ребенка. Не обязательно все, все дозволенность, а вот та любовь даже в строгости, но любят. Дети это очень хорошо чувствуют. И они отдают мало таких семей, где сильная любовь, и ребенок выходит за рамки. Вот если эта любовь есть, то всегда детки хорошие. И родители счастливы. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко призвал всем сообща, и родителям, и учителям, и всем заинтересованным службам, заниматься вопросами воспитания. Поддержка властей и правоохранителей очень важна. Обращаю ваше внимание, родители, не стесняйтесь. Если произвенел первый звонок, вы сегодня отмечали докладом, то, пожалуйста, я понимаю, не у каждого родителя сегодня есть педагогическое образование, или психологическое, и так далее, или психологи, и так далее. Поэтому просьба сразу, приходите к вам. Сегодня, как никогда, мы открыты. Сегодня силовые структуры, видите, готовы помочь, потому что мы делаем с вами общее дело. И завтра, вот, наша сегодняшняя молодежь, она должна сменить нас. В проекте резолюции, принятом на собрании за основу, предусмотрены меры, призванные не допустить правонарушений несовершеннолетних, улучшить их безопасность, укрепить семейные ценности и формировать здоровый образ жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова